Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Если аппарат» с вами Богдан Петров. Результаты «Экзит-Пул» по выборам депутатов Мажелиса парламента Республики Казахстан озвучили на брифинге в службе центральных коммуникаций. По словам директора исследовательского института Когамдак ПК Райнур Мажитовой, Нур-Отан набрал 71,97% голосов избирателей. Народную партию Казахстана отметили 9,03% опрошенных. Народно-демократическая патриотическая партия АУОЛ согласно результатам набрала 5,75% голосов. Демократическую партию Казахстана АКЖОЛ выбрали 10,18%. За политическую партию АДАЛ проголосовали 3,07% избирателей. В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона о выборах в Республике Казахстан не допускается опубликования в день выборов, результатов вопросов общественного мнения, прогнозов и иных исследований, касающихся поддержки кандидатов. То есть результаты должны быть объявлены только после окончания голосования. Напомню, в парламентских выборах принимали участие 5 политических партий, зарегистрированных в стране, а именно Народно-демократическая патриотическая партия АУОЛ, НУРОТАН, политическая партия АДАЛ, демократическая партия Казахстана АКЖОЛ и Народная партия. В 00.00.00 были озвучены результаты экзит-пола, согласно которому партия Нур-Отан набрала 71,97% голосов. Ее председатель Нур-Султан Назарбаев поздравил партийцев с уверенной победой и отметил, что предвыборная кампания и выборы прошли в условиях пандемии и вызванного ею экономического кризиса. В мире растет количество заболевших коронавирусом. Всемирный банк прогнозирует значительное падение мировой экономики и рост безработицы. В этой ситуации только консолидированное общество, объединенное вокруг единой политической силы, может победить, сказал первый президент Казахстана. Нур-Султан Назарбаев подчеркнул, что достигнутый сегодня результат – это итог большой и слаженной работы каждого партийца. В Петропавловске 9 января на перекрестке улиц Жамбыла и Букетова столкнулись три машины. 26-летний водитель Mercedes-Benz 350S врезался в Ниссан Премьера. В результате удара водитель Ниссан Премьера 1987 года рождения не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, который двигался по встречному направлению. В автомобиле находилась несовершеннолетняя пассажирка. Вследствие полученных травм она доставлена в одно из медицинских учреждений города. На водителя Mercedes-Benz возбуждено административное дело. К этому часу у меня все. Увидимся в прямом эфире в 17 часов 30 минут.